Доброго всем вечера, киберспортивного! Сегодня мы приветствуем вас с трансляцией турнира Blitz-турнира. Проходят на карте Масты ММ, встречаются такие команды, как Terror Family против Half Kings. Буду комментировать я, Адель Дейлинс, моим напарником будет сегодня Дмитрий Бес и за картиночку в ответе Саня Санчез. Привет, Дима! Привет, Адель! Мы, да, неожиданно так очень ворвались в эфир, мы немножечко там задержались в другом бою, хотели показать других ребят вам, но в итоге остановились именно на этом поединке, и тут мы очень удачно попали, конец первого раунда, мы видим 1-0 в пользу гостей, это Terror Family, и давай быстренько представим составчик, И я вот начну давай с Terror Family, как раз-то Rooftopper from Kiev, Fight Machine, Last Mr.Skill, Hug Damage и Silver Shark. Ну а я, собственно, представлю Half Kings, это Treasure, Esports Player, Stormy, Solo Legend, Holloway и Without Love. Кстати, за Half Kings играет на смоке Halfway, а за Terror Family Rooftopper from Kiev. Да, всё очень неплохо, мы видим, как, ребята, синий команд только что-то квали на двойных коробочках, сейчас вторым темпом проходит атака, Without Love может иметь шансы подхватить флаг, он его берёт и будет, он выдёргивает на нетре, так же самое и Silver Shark на среднем фланге пытался вывести, но отличная рельса сейчас по флагоносу прилетает, и одному, и второму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ...р и есть соло-легенда, которая возвращает уже флажок. Да, красный флаг только что тоже пытались вывести, но безрезультатно. И, кстати, до конца ронда совсем мало времени. Надо с ним что-то активное сейчас предпринимать, чтобы вывести один флаг. На мостах это очень сложно. Увы, увы. Посмотри. На школе такой импровизированной есть файт-машин, который видишь на ДАшке. Он только что отжал ДАшку, эту у игроков синей команды. Значит, массивной такой атаки на двойном дропе не будет. Есть Визаут Лофт, правда, который на двойном, но Руфтоппер Фром Киев на ДДшке. Очень легко с ним разбирается вместе с поддержкой своих тиммейтов. Да, лишь 20 секунд до конца этого ронда. И я думаю, счет все-таки таким и останется, и мы отдадим эту победу. Чего? Субтитры сделал DimaTorzok. Поехали. Продолжение следует... 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 Ну это не шутки, парень на первом месте, счет у него 237. Это не шутки. Да, действительно, он сейчас неплохо раздает по huge damage, но тут правда еще и его тиммейты также неплохо раздают по нему. И деф у них пока что железобетонный, я бы сказал. Ты знаешь, он железобетонный, потому что синие не идут в атаку тоже, они как-то вообще... Они заходят, но вот смотри, huge damage, да, по одному заходят. Сильвершарк на дашке зашел, да, он тонканул очень много урона, выдал сквозную рельсу, одного слил. Но где, где его тиммейты? Ну смотри, сейчас Руфтопер занимает седьмой дом, если вы сможете с плеером разобраться, он его выгоняет вниз, он идет по тыловому мосту. И вот там он должен много сейчас шуму наводить, в то время как его сокомандники должны активнее заходить в атаку. Вот сейчас только Сильвершарк подключается, Лэствайт машина, Руфтопер-то уже все, отправился на респ. Мистер Скилл, действительно, Мистер Скилл, скинул сейчас единственного игрока, который зашел в атаку, в минус, и тем самым вернул флажок, не дав увести еще один. А правда, почему-то с атакой у Террор Фэмли что-то не так идет. Руфтопер Франкиев подходит флажок под две стороны, которые на двойном дропе, у него есть 35к30, и он может очень-очень сильно танковать, спрыгивать вниз. Аптечки, правда, нету, есть, правда, на их поляне аптечка, и промахивается, ой-ой-ой, остаться буквально на две рельсы, или на две смуки. Так, будет 20 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В чате Half Kings, они там что-то все болтают и болтают, к сожалению, я не силен настолько в английском, что прям все понятно, но какие-то там у них есть обсуждения их тактики, стратегии и всего остального. Они обсуждают, кто остается на карте, тебе скажу. Так, ну, а Джаджманс написал сразу же, я остаюсь. Ты видел, как он дефит за красную сторону? За синюю, так не получится, Джаджманс. Сейчас посмотрим, посмотрим. 10% от смоки. Так сильно они решают. Да, но я его вместе вообще снял бы 30%. Зачем он уже до 10%? Бумажка, да, защищает его от смоки. Да, серьезно, это фантик какой-то. Что там 10%? Ну, у нас уже, да, вот есть самоуничтожение. Мы начнем третий ранд, который станет точно не последним. Мы видим еще два раунда точно. Два раунда, да, действительно точно. Видим, есть спортсплеер, выдвигается сразу же на остров. Нужно ему отжать Дашку Марвелусу. Дает пару смок, но он успевает, успевает забрать данную Дашку. И сейчас нужно срочно, он понимает это, нужно срочно не разворачиваясь даже ни на кого, ехать прямо по мосту, потому что есть Джаджманс, который остался на одной рельсу. Прочитает ли он его? Нет, не прочитывает, хотя имел всю возможность, его просто скинули вниз. Сказали, давай-ка ты отсюда вниз, и остался буквально на две рельсы. Тут есть уже и спортсплеер, и without love, соло-легенда, и Марвелус. До свидания. Да, достанем Марвелус, и там опять снова, смотри, какой деф у него. Субтитры сделал DimaTorzok Жаль, что вот его действия никто, кроме тебя, не оценил, особенно его команда. Потому что они все в дефе, да? Да, они все в дефе, они могли посвалиться моментом, пойти помочь ему, выделять флаг, там, как-то... И вот смотри, он опять в одиночку заходит, получает две рельсы на двойном дропе, нужно сливать лесту, он сливает его, и будет увозиться. Ну где сейчас все, почему никто не поможет ему? Он один, все еще, ему вообще никто даже не думает помочь. Все ушли на возврат своего флага. Он один играет в атаке. Да, и ты посмотри, Рухтопер Фромкин забрал ДАшку и не успевает, правда, доехать до флажочка не сливает, его просто сливают. Ну, допустим, там они втроем дефят, этот один в атаку уходит, где еще два игрока, ну где они? У-у-у, Джаджмент, просто выдал рельсу. Из этого дефа в три игрока все равно постоянно выдергивают флаги красные. Как вам это удается, ребят? Они пытаются, они пытаются увезти хотя бы попробовать, но ничего не выходит, ничего. Да, наверное, поздно получится у тех же Фэмили Вести флаг, я думаю. Они очень активно атакуют, сейчас, кстати, Сильвершарк взял двойные коробки, на пару слайд, он заходит в атаку, но против них снова три дефера. Дрэжер взял красный флаг, и он с пустой базы может сейчас выдернуть, куда он поедет, а никуда не поедет. Никуда не поедет, ну посмотри, есть спортсплеер, на ДАшке абсолютно целый еще Джаджмент будет сливать, зачем он туда едет, Рухтопер Фромкин, нужно срочно развернуться и выдать хотя бы одну рельсу по смоке, это срочно, прям просто срочно, потому что не успеет он спрыгнуть, даже его все-таки дотыкал, Рухтопер Фромкин был еще в Сторме, который скидан у него в минус, и пробует захотеть опять-таки. Ну, ты посмотри, если он сейчас выберет траекторию на аптечку, нет, там уже хватит машина, и все игроки смотрят в деф. Да, если сейчас что-то происходит, то, что опять против одного персонажа, Дождался он, а теперь уже выбрал более безопасную траекторию. Снизу будет заходить на троих, опять-таки, игроков в Half Kings, промахивается Джаджмент, Марвелос его сливает, Соло Легенд тут же подспевает, и три игрока, два викинга в атаке сейчас находятся, это должен быть по-любому у вас сейчас, это должен быть у вас, потому что Марвелос еще как минимум уже две рельсы, хорошо, три максимум, а танканет, Рофтоппер Франк Киев есть за ним, абсолютно целый еще, и нужно на опережение стрелять по Сторме, нет, не выдает все-таки на опережение, и, по-моему, ребята уже должны подниматься на ДА-шку как минимум, но почему-то Рофтоппер Франк Киев решил поехать по поляне. Ну, это, наверное, может быть ошибка, потому что по поляне там сейчас трэши двигается, Джаджмент выдает уже рельсу по Рофтопперу, есть спортс-плеер, он не торопится уезжать, потому что он не сможет это сделать, это будет сложно, он аккуратно должен за стеночку заезжать, и вот где-то там он сейвит флаг, но он умирает, но флаг стоит-то бесхозный пока еще, вернуть его некому, Визаутлав тянет очень много времени, Сторме на ДД-шке должен выдавать сейчас, отлично! Ой-ой-ой-ой, Сторме, как сейчас, очень сильно решает, Рофтоппер Франк Киев также будет слит, Джаджмент сливает его, файт-машин есть на ДД-шке, он должен сейчас пробовать сливать, Сторме выдает ДД-шную рельсу, остается на одну, Сулу Легенды выдает сквозную, еще три рельсы надо, четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а красный держит флаг пока, что на седьмом доме, заходов туда нет, а Марвел, смотри, он закрепляется на школе, на ДД-шке, это может быть опасно, сейчас будет выдавать оттуда много очень урона. Действительно опасно, потому что он должен разбираться, сейчас Визаутлавом, но Визаутлавом сбивает ДД-шную рельсу, ты посмотри. Ага, еще сбивает, и... Ну, ну, кто-то, окей. Мистер Аскелл берет ДА-шку, уже двигается по ТЛ-у, с лагом, ему ничего не мешает, чтобы достать этот флаг практически. Ну, практически, но есть стороны. И Джазмонт, и еще три игрока, которые отстрелились моментально по флагу. Так-то... А что ты сделал, Сильвершак? Зачем ты начал вертеться? Ты мог взять флаг, и даже в минусе сейчас бы полежал с ним, и бы сохранил бы его на тебя. Просто, ну, что... Играю, чем-то сделал, причем. Хотя, казалось бы, доставка была уже стопроцентная, на самом деле. Там ДА-шка была, там было три игрока, которые двигались за ним. Да. Да-да-да, ты совершенно прав. Ну, две минуты еще есть до конца. Неплохую, так сказать, игру у нас демонстрирует Half Kings против Terror Family, которые также были в третьей лиге в прошлом межсезонье, так сказать. И сейчас Without Love отлично отжимает Дашку в Марвелос, и теперь уже в Марвелос не сможет так беспощадно зайти на двойном дропе в атаку. Нам всего лишь на Нитре будет. Да, на Нитре, и Марвелос должен разбираться со Шторми, и получает он очень много дамага от Смоки, который стоит в дефе, и флажок никуда не будет увезен. Ну, теперь больше дефа нам все-таки демонстрирует именно Террор Фэмили. Мы видим, что Топпер постоянно в своем доме отыгрывает. Мистер Скилл в дефе, Файт Машин ходит на школу постоянно. То есть, ребята немножечко переключились на другой стиль игры, потому что минуты они хотят, конечно, засушить этот счет, раз уж не получилось увезти второй флаг. Ну, а синие, ну, они вообще никак не поменялись. Они все еще дефят три танка. Даже при таком счете, даже при проигрышном, то есть, это не понятно. Да, и сейчас, посмотри, Файт Машина ворвалась сейчас на остров, просто беспощадно отжал ДАшку на острове, и Сильвер Шарк вывозит. Да, то есть, под крепом Марвелос на ДАшке, они будут, наверное, прям по тыловому мосту, не боясь ничего двигаться. На месте еще ДД есть Нитра, который Марвелос, наверное, подберет. И как много всего сейчас делает Файт Машина. Файт Машина вместе с Лестом сейчас очень сильно зарешали на данной доставке. Да, еще один гвоздь сейчас Марвелос забил, не будем говорить, куда этот гвоздь забит. В следующем раунде узнаем. Да. И смотри, Марвелос продолжает двигаться на фуллдропе, ну и ладно, это, в принципе, конец раунда. Тут ребята уже, наверное, подрасслабились и приняли то, что видят этот счет. Два милодокина. Да, но это печальненько на самом деле. И ты знаешь, все-таки я еще скажу про этот деф, но они в сорнем дефе, да, хорошо, но у вас увозят флаги, значит, ваш деф не работает даже в три танка. И это не значит, что надо четвертый танк, это значит, что надо что-то менять в атаке, наверное. Действительно, проблема именно с синей стороны, то, что заходить в атаку именно очень тяжело. А в красную сторону, за красную сторону они играют игры сам, а в три танка, которые дефили, и они могли проиграть и там. Я не знаю, каким-то чудом они тогда на контратаке вывезли. Это вот просто, там, какая-то манна небесная из них сошла, и они вот, они смогли ввести этот флаг. Если они смогут еще раз ввести такой флаг, то вот это их спасет, конечно, в следующем флаге. Да, да, да. Я сомневаюсь. Ну, шторм, может быть, шторм, зарешай. Он единственный пока что, кто заходит вот так. Танки крашнулись нашего оператора, к сожалению, но он скоро их починит, и вы снова видите прекрасную картинку, а пока вы можете слушать там, что мы говорим, тем более у нас тут пока две минуты до начала раунда. Да, да, да. Брэйдрог. А нас там смотрит всего 20 человек, кстати. Да, 26. В параллельной трансляции смотрит около 40 зрителей. Да, понятно, все смотрят спаси голд. Да, там реально около полтинника даже больше. Я так не играю. Я так не хочу больше, да. Да. На карту, я посмотрю, заходил еще керет какой-то. Тоже, наверное, игрок этой команды. Хиллвей на карте еще есть. Мне кажется, его не было. Нет, Хиллвей был в первом раунде. Ну да, но в третьем, в предыдущем раунде его точно не было. Да. О, и Крит, действительно. Крит, который... Крит. Не играл еще, не один раунд. Так, Крит спашивает айплей. Что сейчас? У него 35-ка есть от смоки. Я, в принципе, думаю, что можно было бы его все-таки на карте оставить. Джоджмента. Хотя, Джоджмент неплохой, я бы демонстрировал такой себе дейфер. Не знаю, насколько ответственный, но в целом он играл там, по крайней мере. Ты посмотри, Джоджмент говорит, что он лучший дейфер своей команде. Ну, конечно. Это, он просто лучше дейфер 2019 года, по версии. Его... Его команда. По его мнению, да. Да. Чисто по его мнению. Итак, у нас, да, начинается сейчас же четвертый раунд, который может быть заключительным, если у нас будет ничья, либо же выиграют Terror Family. Так, ну, у Terror Family есть дашка, но у остальных... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И не в атаку выходит, да. Сильвершарк, файт-машин. Файт-машин. И Мистер Скилл одновременно. Залетают, выдается риса по смоке, нужно вторая срочно по смоке. Должна быть выдана, но файт-машина промахивается, сейчас прижавшись даже. И Сильвершарк пробует увозить. Есть все-таки фокус по смоке. Файт-машина добивает. Но опять-таки и спортс-плеер, который на дд. Откуда он этот дд вечно берет? Он сриспомбует на тройку? Мне кажется, у него есть возможность прожимать ддшку, как вот, знаешь, расходник. Да-да-да. Троечку, троечку. Так, о, руфтопер. Руфтопер отлично сейчас. Понял то, что можно забирать ддшку у красной команды. Выдвинулся вперед, забрал ддшку у Шторми, который, кстати, переодел Васпика на Хантера. И пробует, пробует, походу, играть. Но пока что не очень получается. Марвелла снова берет ддшку, и ему будет сложно на вас строить. У него сразу Шторми есть, который накинет. Он вниз спустится, он видит аптеку, конечно. Через нее он поедет в атаку, а в дефе-то все проблематично. У красных сейчас было, но есть рез под Шторми в Визаут Лавса. Теперь уже сложнее будет заходить в атаку синим, но они двигаются неплохими силами. Там есть Марвеллос на дэшке, все еще Сильвершарк через аптеку. Он один. Ну Сильвершарк ему пытается помочь. Есть руфтопер, есть файт-машины, Мистер Скилл, посмотри. Они-то заходят с тылов, Мистер Скилл ддшку чешую забирает, должен заряжать по криту. Как да, он мажет. Нельзя было сейчас мазать, вообще его убивают. Ну, в целом, справляются сейчас красные с этой атакой. Да, и они снова-то как-то закрепляются в дефе. Три игрока, Холлоуэй, Сололегенда, Крит, им всем хорошо здесь, но надо ввести флаг. Мистер Скилл на ддшке стоит. Ой, какая резать Мистер Скилла, сейчас сразу пролетает чужой деф, можно было бы этим воспользоваться, идти в атаку. Конечно, Сильвершарк уже взял свои двойные коробки с Мистер Скиллом, они могут заходить. Но Сильвершарк 1 идёт. Где подкрепа, куда заряжается, ой-ой-ой, что творится, и Сильвершарк минусы. Ууу, как это неприятно сейчас для него, потому что он мог пробовать увозить. Один игрок остался всё-таки в дефе, но не получилось. Но есть ещё 6 минут, 6,5 минут до конца, как минимум падает Дашка на острове. И сейчас один из Хантеров должен, один из Хантеров красной команды, должен выдвигаться на неё. Да, и Спортс Плеер битый. Ещё ему добивают. Ничего себе, снова от Мистер Скилла пролетает сквозная. Мистер Скилл на седьмом доме должен закрепиться, был бы, если бы не лица и Спортс Плеера-то. Да, и печально то, что у Спортс Плеера нет аптечки, которая должна была падать на поляне, и сейчас на одно лесу оставшись он едет. О, как Лос неплохо отыгрывает за... Ууууу, ещё выдал сквозную, разобрал всю атаку Халф Кингсов, и Сильвершарк сейчас имеет возможность увезти. Мистер Скилл должен, как минимум, встречать его на своей Дашке, но он почему-то решает пострелять. И Спортс Плеер, они видят файт-машину, он мог хотя бы корпусом его подержать, но сейчас же ничего не сделать. Его не убьют, я думаю, фокуса не будет. Тем более, что и Спортс Плеер аптеку взял, но Сильвершарк успел подобрать, и надо сейчас помогать Сильвершарку. Он уже на школе, вот тут надо ему немножко подождать своих тиммейтов. Потому что у них на базе проблемы, Солу-легенда вывозит флаг, Крофтоппер там будет разбираться, а Сильвершарку пока не стоит бы двигаться, я думаю, за стеночкой бы постоял, потому что если он потеряет флаг на тыловом мосту, будет очень сложно его оттуда подобрать. Угу, Мистер Скилл действительно очень скиллово поступает, сбивая Арису Марвелосу, а тиммейты друг друга понимают и... И что дальше? Возврат? Возврат? Ну Шторми сейчас вернет этот флаг. Угу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Рофтоппер. Моментально. Так. Ну сейчас вызовут лов на ДДшке, должен как минимум разбирать нескольких игроков. Правда, две смоки сейчас никуда Но теперь уже пошел-поехал Он сейчас развернется в другую сторону Марвелос также разобран И без Outlaw понимает то, что Сильвершарк на другой стороне И файт-машина Файт-машина сейчас спрыгивает Выдал сквозную рельсу прямо в пиксель По Withoutlaw И также он слил Хауэя И сейчас Что же он продемонстрирует? Ничего не продемонстрирует И вассальник Ну, надо активнее теперь переходить от обороны К атаке синим Видимо сейчас, что есть у Сильвершарка двойной коробки У скилла ДДшка, но она уже На одну рельсу, он простреливает отлично Сейчас в поддержку своему тиммейту Сильвершарк поднимается на чужую базу По Withoutlaw, надо добивать его скорее Да, он добивает, Сильвершарк будет вывозить Куда? Вниз или по мосту? По мосту, конечно, есть же тут мистер скилла А синий, то тем временем, смотри Седьмой дом занимает, у Сильвершарка есть неплохие шансы Он в самой краткой траектории должен сейчас вести Только вот низом аккуратно Там Шторми тебя уже видит Есть рельса, одна, вторая У него лишь там на одну смоку ХП остается, он будет подниматься на свою базу Лес на двойном дропе прикрывает сверху Ставить будем? Да, да, да Должны ставить, как минимум Но есть Халвей, который сливает Марвел Снову в топе уже не зафокусить А очень мало игроков красной команды На синем флагштоке и Это доставка? Это да, 1-1 Ну, Лес прекрасно отыграл Просто прекрасно Он слил раза-два смоку С ДД своей И слил Хантера, который подвигался И пару игроков тоже отправил на респ Ну не зря у него Такое самое положительное УП Из всей своей команды Даже из тех, кто есть на карте У него самое положительное УП Так, и сейчас смотри Спортспейр Увозит флажок прямо вниз Прямо на Марвелоса Который, кстати, на Дашке Сбивает ему Рису Нужно еще раз сбить Доехать до аптечки Нет, к сожалению, аптечки нету И Марвелос возвращает Но если бы Вот это Дашка То, возможно, был бы Увоз Ну вот так у Сильвершарк заходит Но Крит даже уже стоит И даже ничего не делает Это просто было тело, которое стрелял в Сильвершарк И вот он возьмет флаг сейчас Против Визаут Лапса Ему, конечно, будет сложновато Но он будет бороться отлично Он так с развороту кидает Визаут Лапса Говорит ему Парень, я все равно везу Стой, где стоишь У него есть подороги и Нитрая, и аптека И тиммейты у него есть, которые поддержат И это будет доставка За 50 секунд до конца Еще есть Марвелос Который над войном И Халвей в одиночку На одну рельсу Ничего не сможет делать Есть перехват небольшой По мосту, правда Подхватывает Халвей Оттягивает время Но Марвелос все-таки ставит 30 секунд остается до конца Есть Дашка На красной базе Но ее заберет в Пайт Машина И еще также аптечку он может забрать В Пайт Машина Так, не получилось скинуть в сторону Правда в минус Но все равно Все равно он, кстати, еще живой 20 секунд остается до конца И можно констатировать Победу в этом матче Команды Команду Террер Фэмили Да, хотя на секунду мы даже Где-то подумали Что можем посмотреть пенальти На секунду мы в это поверили В то, что Халв Кинг Все-таки смогут перевести Этот бой В пенальти У них были шансы Они в 3-1 флаку везли После этого Если бы они как-то там Как гастролисты Как и во втором раунде Все верно За красную команду За красную сторону Две Филиппа То Возможно Возможно Было бы пенальти Я, кстати, тоже думал Что Такой фокус они демонстрируют Так цеплялится Этот флажочек Да, действительно Молодцы ребята Мы скажем спасибо Халв Кингсам Они нам показали Свою игру За которую Собственно Говорим Спасибо Ну а Террер Фэмили Поздравляем с проходом В финал Кто у нас там У них же есть Да У них там уже Фулл Пулузы Которые ждут их С которыми Сыграют Уже 11-го числа Это в субботу Будет 8 часов Помимо СК Возможно Мы именно этот бой Покажем Следите за Нашим расписанием Ну А розыгрыш Я так понимаю Будет В конце Параллельной Трансляции Да Именно так И поэтому Можем с вами Спокойно Прощаться Спокойной ночи Вам говорить И спасибо Всем кто был Сегодня с нами Всем пока Пока